Здравствуйте, дорогие подписчики, зрители, слушатели канала Второй Рим, а также дикие варвары, что смотрят нас без подписки. Недавно, как и обещал, я начал публиковать в открытый доступ цикл о Древнем Риме, и начали мы там ещё с глубоких мифических времён, а именно с Троянской войны. И сейчас мы с Сергеем решили запустить несколько роликов в оборот, чтобы поговорить в целом об Илиаде, разобрать её сюжеты, и более того, поговорить и о критике Илиады, которая была, не поверите, в самом Древнем Риме. Но есть ещё один очень важный момент, а именно такой, что сами древние греки считали мифическую историю как часть непосредственно всей истории греков. И многие знатные люди возводили свой род к богам или к героям, которые встречались либо в других сказаниях, либо в той же Илиаде. Так что сейчас мы поговорим об одном из центральных персонажей произведения Гомера, об Ахилесе. Сергей, приветствую, передаю тебе слово. Начинаем. Привет, Кирилл. Да, давай начнём. Кстати говоря, когда мы вообще говорим об Ахилесе, в первую очередь перед глазами встаёт образ, его образ из Илиады. Ну, и здесь сразу, да, такой вопрос. А кто читал Илиаду? Ну, я знаю людей, которые её читали, и длительное время я не относился к их числу. Впервые я услышал вообще про Ахилеса в детстве. Ну, античная тематика как-то интересовалась с ранних лет. И помню точно, вот в школьной библиотеке был томик, Илиада написан, такой красивый томик. И я проходил мимо него и так гордость испытывал, что вот я знаю, что это за книга. Но читать-то я её не читал, даже домой как-то взял. Полистал там, сложно, в общем, читать не стал. И, наверное, лет в 27 я первый раз её открыл, начал читать. Причём вслух, мне понравилось. Но полностью прочитал он вот только в том году. И ты знаешь, с одной стороны, как бы она очень актуальная. То есть в ней затронуты темы, которые нас сегодня волнуют. С другой стороны, конечно же, много в ней того, что касается вот эпохи Гомера, который жил почти 2800 лет назад. Очень древняя книга, предельно. Но, что касается Ахиллеса, вот мы имеем рассказ, как бы в том числе о нём, да, Илиада. Это всего лишь один из, наверное, сотен рассказов, которые бродили по греческому миру. Греческий мир – это вот Пелопоннес, Фессалия, ну, на Балканах. Это одно. Греческий мир – это Западная Анатолия, там, где Пергамс, Мирна, вот все вот эти, Фесс. Греческий мир – это в том числе Египет, Сицилия, Южная Италия, Крым, Кубань. То есть, это всё греческий мир. Там жили греки, греческие колонии были. И на этом огромном пространстве бродили просто невероятное количество версий одних и тех же мифов. Поэтому, в общем-то, правы те, кто говорят, что о чём мы говорим, этих событий не было. И более того, мы даже не сможем, если захотим, восстановить единую версию, правильную версию событий, которые рассказываются в мифах. Потому что есть взаимоисключающие версии. Знаешь, что ещё нужно сказать? Так это то, что Гомер не является автором мифа о Трои. Он это просто систематизировал и создал сказочный, даже не сказочный, а эпический сюжет на основе этих мифов. Все мы, ну не, на самом деле не все, но кто-то из тех, кто сейчас слушает этот ролик, читал Фаусты и знает, что это не произведение Гёте первоначальное. Это немецкая легенда 15 века о докторе Фаусте, который много знал и прослыл чернокнижникам. А Гёте лишь создал эпический сюжет из этой легенды. То же самое сделал Гомер за 2000 лет до Гёте. И более того, Илиада это, с одной стороны, одна из версий того самого мифа, авторская версия причём. Да, то есть миф входил в виде народных песен и сказаний. Ну, как былины на Руси. То есть народные сказания, вот былины, пожалуйста, они записаны. Кто их создал, непонятно. Но то же самое было множество былин про греческих героев. Вот Гомер взял одну из них и, что важно, он написал Илиаду, но о чём там рассказывается? То есть можно предположить, что это про Троянскую войну. Потому что Илеон, так греки называли Троя. Ну и тут даже не совсем, потому что есть миф о Трои, именно об Троянской войне, которая шла 10 лет по преданиям. А у Гомера показан-то лишь один её эпизод. Это когда собрались предводители греческого войска и начали выяснять, что им делать. Потому что у них там эпидемия, у них проблемы. И как раз по ходу всего этого и там рассказывается, что же произошло, почему, как. И это как бы последний 10-й год Троянской войны. И из этого всего года Гомер рассказывает примерно о 50 днях. То есть 50 дней, неполные 2 месяца – это вот события Илиады. И, собственно, а о чём там конкретно? Да, ты правильно сказал. Ну, выяснение отношений. Но на самом деле вопрос, о чём Илиада, решается очень просто. Если мы откроем первые строки, прям первые-первые, там всё сказано. «Гнев богиня Воспоя Ахиллеса Пилеева сына. Грозный гнев, который ахейцам тысячи бедствий соделал. И многие души могучие славных героев незринул в мрачный Аид». То есть, это книга о гневе Ахиллеса. В этом смысле Ахиллес – это вообще центральный персонаж. Кстати, по ходу чтения, ну, мне кажется, что он более, чем другие герои, раскрывается как личность. И у него там видна дуга характера. То есть, про него есть герои, о которых говорится больше. Но Ахиллес предстаёт вот как такой. Ну, в общем, это можно сказать, что это история Ахиллеса и его внутренней трансформации, в которую вплетены другие сюжеты. И эти сюжеты подчас больше, чем сам рассказ об Ахиллесе. Ну, в общем, он принципиально важен. То есть, вернее, буду называть произведение Ахиллесиада или Ахиллеада, а не Илиада. А, кстати, такое произведение есть, о нём мы тоже будем говорить. И его написал римский поэт Стасий. Ну, чуть-чуть позже. В общем, да. Это произведение об гневе Ахиллеса, о его страсти. Он разгневался и к чему привёл этот гнев, последствия гнева. И я предлагаю сначала посмотреть, как же он предстаёт на страницах Илиады, а потом немного углубиться в его биографию и поговорить вообще о личности этого человека. И давайте обратим внимание сразу вот на что. Ахиллес – это предельно сложный образ. То есть, мы его, опять-таки, знаем по Илиаде. И кажется, что образ Ахиллеса в Илиаде – это вообще всё. Опять-таки, кто-то смотрел фильм «Трое», и там он очень яркий. Ну, самый яркий, наверное, из всех. Но Ахиллес – это не только герой и не столько герой, сколько это какое-то древнее божество. И вполне возможно, что ещё догреческое, то есть, какое-то общеиндоевропейское божество, которое вот было вспомнено греками и воспринято. То есть, когда греки сформировали вот свою религию, вот эту олимпийскую религию богов-олимпийцев, это уже довольно позднее время. До того, там, прагреки, скажем так, поклонялись немножко иным богам. Следы этих древних культов вот просачиваются, опять-таки, в отдельных сюжетах, в отдельных мифологемах. И Ахиллес – это вот как раз его, даже его имя – это один из таких следов. Мне вполне понятно, откуда его имя. Оно сложно реконструируется из греческого языка. Есть несколько вариантов объяснить, что значит слово Ахиллес. Но, в общем-то, все они страдают погрешностями. Невозможно сказать точно, что это означает. В общем, имя не греческое. Культ бога Ахиллеса был распространён в Северном Причерноморье, на территории современной Украины, на территории к северу от Азовского моря, в Крыму, на Кубани, в Боспорском царстве. То есть, в этих краях культ Ахиллеса среди греков был распространён больше, даже, чем в самой Греции. На одном из островов Чёрного моря, это остров, забыл, как он, Змеиный, в древности он назывался остров Левке, и там было святилище Аполлона, а этот остров находится в дельте Дуная, ну, то есть, вот там, где Дуная впадает в Чёрное море. Светилище Аполлона или Ахиллеса? Светилище Ахиллеса, прошу прощения, конечно, Ахиллеса. Да, соответственно, Ахиллес – это ещё и бог. Но вот эту ипостась Ахиллеса давай в другой раз рассмотрим, и сегодня поговорим именно о том мифологическом сюжете, который мы видим в Илиаде, и ещё о ряде мифов, которые связаны с этим мифологическим сюжетом. Опять-таки, да, поскольку Илиада начинается с Десятого года войны, в ней нет предысторий, то есть, в ней не описано, с чего началась Троянская война. Вот это выбор Париса, яблоко раздора, который он передал Афродите, и чем спровоцировал, в общем-то, события начала Троянской войны. Но до того были ещё, в общем-то, другие события, которые являются более фундаментальными причинами. Но вот об этом всё-таки позже поговорим. Давайте сейчас про Ахиллеса, на нём сосредоточимся. Итак, Ахиллес разгневался. Он разгневался, и вопрос, по какой причине? Случилось вот что. Незадолго до этих событий греки, поскольку длится осада, им скучно, они хотят повоевать, и отдельные отряды отправляются воевать в соседние города, менее укреплённые. Берут их штурмом, в том числе Ахиллес. Разграбил как минимум два города, почему его и называют разорителем городов, потому что вот, естественно, они там брали добычу и делили, как бы на всех. Незатейливое прозвище. Ну да, и всё понятно сразу. А вот главный, как бы, предводитель греческого войска, царь Агамемнон, его воины взяли в плен, точнее, нет. Ему по жребию, по жребии раздела добычи, досталась девушка, дочь жреца по имени Хрис, жрец Аполлона. И этот жрец Хрис пришёл в лагерь греков, принёс с собой богатый выкуп и просит вернуть ему дочь. А она была хороша с собой, поэтому оказалась в палатке царя Агамемна. И вот её отец просит вернуть дочь, предлагает выкуп, говорит, «Дети Атрея, и вы ахейцы в прекрасных доспехах». Кстати говоря, в тексте Илиады греки нигде не названы ни греками, ни эллинами. Они либо ахейцы, либо донайцы. То есть это указывает на то, что текст писался в то время, когда единство общегреческого, эллинского они не осознавали. Ну то есть отплыли именно представители Ахейского союза с юга Греции. А так как очень долгое время было сознание преимущественно полисное, и спартанец, и афинянин, это были абсолютно разные чужие люди, несмотря на то, что у них там цвет волос, цвет глаз может быть идентичный. Так или иначе, не было, как ты верно сказал, такого понимания, что вот мы все греки, и мы едины. Вот там еще более сложная картина. То есть считается, что во всяком случае сами греки говорили, что вот четыре племени было ахейцы, ионийцы, дарийцы и эолийцы. И они все в разное время заселялись на Балканы. Вот ахейцы, в частности, поселились на Пелопоннесе. Ионийские греки поселились в районе Афин, и потом оттуда на острова переселились, в Анатолию переселились, и в Крым, на Кубань, Херсонес осваивали тоже ионийские греки. Дарийские греки ушли в Спарту. Вот Спарта – это дарийцы. Эолийцы, ну, в общем-то, Фессалия, Биотия, Эолия, соответственно, в этих регионах жили. Да, нет никакого представления о единстве греческом. И вот дальше мы будем читать о поступках Ахиллеса, и они кажутся странными, если мы воспринимаем греческий лагерь как, ну, греческое войско как единое что-то. Но если мы понимаем, что это разные народы, разные племена, которые никакого единства не видят, ну, кроме того, что говорят на похожем языке, да, и живут где-то рядом друг с другом, то это станет более понятным. Это примерно как, слушай, восточнославянские племена. То есть, вятичи с берегов Москвы-реки не считали, что у них есть что-то общее с полянами, которые живут на Днепре. Вообще ничего общего между нами нет. Между нами, вот, леса растут, брянские там, все, короче. И пока не произошла реформа князя Владимира и множество других событий, они, в общем-то, и жили порознь, и долгое время не признавали никакой общности. И то же самое происходит вот в это время у греков. Это еще даже вот полисы как таковые не сформировались. То есть, это вот еще племенное сознание во многом сохраняется. Ну, так вот. В общем, приходит отец пленной девушки, жрец Аполлона Хрис, приносит огромный выкуп и говорит о Ахейце в прекрасных доспехах. Пусть вам дадут на Олимпе живущие боги разрушить город прямо царя и домой беспечально вернуться. Дочь мне отдайте мою дорогую, приняв этот выкуп. Красиво, да? Мне прям понравилось. Тем более, отец пришел со всей душой, так сказать, искренне молить о возвращении. Да, да, да. Ну, и все воины, услышав это, одобрительно начали кричать, мол, круто, нам деньги принесли, как сказано в тексте, бесчисленный выкуп принес отец. Но девушка, Хрисеида, то есть дочь Хриса, она же собственность Агамемнона. И царь Агамемнон дает отказ, причем в грубой форме, мол, старик, вали отсюда, дочь твоя состарится в рабстве, свободы я ей не дам, будет жить у меня дома и делить со мной ложе. А ты, если хочешь жить, вали отсюда, да поскорее, и не гневи меня. Вот такой был ответ Агамемнона. Несчастный отец, естественно, испугался, пошел вдоль берега морского. Добавил царь. Да. Да. И вот Хрис, жрец, идет вдоль морского берега, плачет, отошел от лагеря греков, взмолился Аполлону, мол, слушай, я же тебе так долго служил, ну, помоги мне. Слезы мои, пусть донайцы твоими искупят стрелами, говорит он. Ну, в общем, накажи греков, донайцев. Ну, и, собственно говоря, Аполлон услышал призыв своего верного слуги, прилетел к лагерю греков и вызвал некое заболевание, отчего воины каждый день начали умирать в больших количествах. Представляешь, тут и там дымятся погребальные костры, смрад невероятный стоит, люди умирают, и так продолжается 9 дней. Как их лечить, что происходит, никто не знает. Да, Аполлон, это не только бог красоты, это еще и, в общем-то, у него есть... А он же такой, двойственный. Да, я сейчас как раз хотел сформулировать, вот, а Аполлон, это не только как раз таки олицетворение красоты, блеска, это еще и болезни, и ужас, и мор, так что, такая обратная сторона медали. Там интересно, с одной стороны, он как солнечный бог, солнце дает жизнь, но в определенных обстоятельствах солнце испепеляет, иссушает, уничтожает. А кроме того, интересно его имя. Оно очень сильно похоже на греческое слово Аполион, что значит губитель. Но Аполлон как бы просто похоже звучит, да, там он тоже, кстати говоря, негреческий бог, он с востока пришел, и греки просто переняли это его имя. Но вот созвучно греческому слову губитель, его имя. Так вот, Аполлон губит, и на десятый день Ахиллес понимает, что дальше, что хорошего здесь может произойти. То есть, мы все здесь умрем от непонятной эпидемии, это ненормально. И виноватся во всем один Агамемном. А никто не знает пока, что в чем дело. Он собирает военный совет. Ахиллес все-таки предводитель войска, один из военачальников, у него отряд в две с половиной тысячи бойцов. Он собирает военный совет и говорит, друзья, а не пора ли нам возвращаться? Девять лет воюем, десятый год идет. До сих пор мы умирали от войны, но осада продолжается все без толку, а теперь еще и от болезни умираем. Не пора ли нам покинуть эти берега? Вопрос хороший. Ну, конечно же, давайте сначала узнаем волю богов. Может быть, как-то можно порешать этот вопрос. И тут выступает Калхас Фестерид. Такое имя. Это птицегадатель. Представь, это как у наших любимых римлян. Это Авгур. И сейчас он проведет ауспиции. Кстати, этот персонаж еще встретится нам чуть позже. Надо запомнить его имя. Так вот, Калхас говорит, друзья, а все дело в том, что Аполлон разгневался. Но Аполлон разгневался не на нас вообще, а конкретно на царя Агамемна, на нашего предводителя. Но не за то, что он обесчестил дочь жреца Хриса, а что отказался ее возвращать за выкуп. И пока мы не вернем девочку отцу, мор не прекратится. Вот так. Тут под Агамемнон, слушая это, начал краснеть, синеть, подскочил со своего места и заявил красиво, да, я сильно хочу эту деву дома иметь. Предпочел я ее к литимнестре, супруге, взятые давно, от того, что и это другой не уступит телом и ростом своим, ни умом, ни искусством в работах. Красивая Хрисеида. Возьму ее домой, супругу отправлю куда-нибудь. Но, говорит Агамемнон, был у меня, конечно, такой план, но я готов ее возвратить. Если так будет лучше для нас, для народа, для солдат, я хочу спасения для нас, не гибели, поэтому, если так будет лучше, я готов ее, конечно же, отдать. но, мне же награду готовьте другую. То есть, мне нужно девица на замену этой. Желательно такой же комплектации, что сейчас описал. Да, Ахиллес говорит, царь, ну не душни, отдавай свою рабыню, успокойся. Вот смотри, мы всю добычу давно поровну поделили. Вот тебе досталась хрисеида, ну пожалуйста, теперь, ты же накосячил, теперь тебе ее нужно отдать. Где мы сейчас возьмем тебе другую на замену этой? Что ты предлагаешь, отобрать девку у кого-нибудь из бойцов? Ты еще не в себе, что ли? Ну мы же воевали, это наша законная награда, ты ее забрать хочешь? Давай, успокойся, давай, смотри, мы трою возьмем, там скинемся тебе и в три, и в четыре раза возместим твою потерю. Сколько хочешь девиц тебе отдадим, да? Либо, может, какой-нибудь еще окрестный городок разграбим, пойдем вот прям вместе, там найдешь, всех построим, перед руинами выберешь. Да, ну нормальный, как бы, нормальное предложение, но царь Агамем, он же не просто так царь, он же знал, что утром деньги, вечером стулья, то есть, он говорит, нет, 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 сначала пусть мне равноценную замену дадут, то есть, смотри, не просто другую девицу, ну и чтобы она еще была ему по сердцу, ну и там, 90-60-90, рост 160, там, ну в общем, какие-то, какие-то параметры должны быть соблюдены, а, говорит он, если не отдадут мне добровольно, то я сам заберу, вот хоть у Одиссея или у Аякса, или вот у тебя Ахиллес, и эти слова наводят на мысль, что у каждого из героев греческих в шатре была взятая в плен наложница, все-таки 9 лет воюют, ну да, 9 лет без женщин, да, но продолжает Агамемнон, это мы все обсудим позже, теперь, главное, нам нужно порешать вопрос с Аполлоном, давайте подготовим корабль, на него посадим Хрисеиду, отправим с ней там Одиссея, кого-нибудь еще, пусть они везут ее отцу, и там же пусть приносят жертву Аполлону, но тут возмутился Ахиллес, он говорит, царь, ты не прав, мы за тобой, вот все, мы пошли за тобой, почему, ради выгоды, нет, ради того, чтобы наказать троянцев, да плевать мне на этих троянцев, они, у меня вот мой родной город, родная Автия, они же туда не приходили, они же моих полей не топтали, мне-то зачем эти все, ну, троянцы нужны, да, мы пошли, чтобы за тебя и за твоего брата Менелая мстить, это ваша вообще проблема, мы вписались за вас, дальше, классно, за тебя, кто по наглости взора похож на собаку, говорит Ахиллес, то есть, это уже прямые оскорбления, а ты грозишься прийти и забрать мою добычу, а ты ничего не перепутал, после каждого боя ты и так берешь больше, чем мне достается, говорит он, при нападении бурном, всех больше трудясь совершают руки мои, а лишь только пора, дележа наступает, ты наибольшую делу достаешь, в общем, Ахиллес говорит, поэтому, раз уж ты так ведешь себя, я и мои парни, мы возвращаемся на корабли и плывем домой, а ты тут оставайся и делай, что хочешь, но без меня ты, конечно же, не победишь, потому что я самый крутой боец, поэтому все твое предприятие, вся троянская осада закончится ничем, вот так. В общем, ЧВК готовится покинуть линию фронта. ЧВК мербидонцев, да-да-да, Да-да-да, ну что, в общем, царь Ахиллес к мербидонским своим кораблям быстролетным гневный отшел. Что дальше? В общем, после того, как Ахиллес произнес все эти речи, Агамемнон заявил, то есть он решил пойти, играть на все деньги, да, и продавить все-таки свою волю. Он говорит, что же, беги, если бегства ты жаждешь. Тебя не прошу я ради меня оставаться, останутся здесь и другие. Честь мне окажут они, а ты ненавистнейший мне меж царями. Только тебе и приятны вражда до раздора, до битвы. Ну, в общем, он его оскорбляет, говорит, если ты трус, то вали, в общем-то, ничего страшного. Но, требует Аполлон, чтобы я возвратил Хрисеиду, и я возвращу ее. В моем корабле с моими людьми отправлю ее к отцу. Но к тебе я приду и из твоей палатки уведу Брисеиду. Брисеида, это, ну, соответственно, дочь Бриса, да, это наложница Ахиллеса. Уведу Брисеиду и, в общем, заберу ее себе в замену. А если ты, если ты будешь сопротивляться, то, в общем-то, я покажу тебе, что я властью выше тебя, чтобы каждый страшился равным себя мне считать и дерзко верстаться со мною. Ну, представь, да, это же уже прямо предъява. И дальше прекрасно. И только, в общем, у Ахиллеса что произошло? Могучее сердце в груди героя, в грудях героя волосатых между двух волновалося мыслей. Отсюда мы узнаем, что Ахиллеса была волосатая грудь. Важный факт. Или достать меч и немедленно убить Агамемнона. Или свирепство смирить. В общем, он взялся за меч и готов был уже достать, и в этот момент вырывается на сцену богиня Афина. С Ахиллесом мятеж не получился. Да, да, да. Ну, почти что батька, этот самый батька вмешался и говорит. Ну, покрасивше, наверное, всё-таки. Да, покрасивше. Мать Афина вмешалась и говорит, слушай, ну не надо, закончи раздор. Гера приказывает тебе этот раздор закончить. Скоро трёхкратно тебе знаменитыми столько ж дарами здесь за обиду заплатят. Смирись и нам повинуйся. Кстати, удивительно вот это к образу Ахиллеса. Он говорит, должно, о, Зевсова дочь, соблюдать повеление ваше. Как мой не пламенен гнев, но покорность полезнее будет. Кто бессмертным покорен, тому и бессмертные внемлют. Удивительно. То есть, он может с собой совладать в принципе, понимаешь? Удивительно. Отходчивый. В общем-то, нет, он не отходчивый, он может себя контролировать, он гневаться не прекратил. Он зол, так же, как и раньше, но он себя держит в руках, меч убрал, оскорбил еще несколько раз Агамемнона и говорит, ну ладно, что, забирай, забирай, но я уезжаю, если что. И вот после этого приходят люди царя Агамемнона, забирают Бресеиду, уводят из палатки Ахиллеса, и вот что делает он дальше? После этого он уходит из лагеря, прослезяся, бросил друзей Ахиллес, и далеко от всех одинокий сел у пучины морской, и взирая на понт темноводный, ну то есть на море, руки в слезах простирал, умоляя любезную матерь, мать, когда ты меня породила на свет, славы не должен ли был присудить мне высокогремящий Зевс? Ну почему тогда меня так царь Агамемнон прямо сейчас обесчестил? Что, это же неправильно, ну, сидит, представляешь, Ахиллес у моря и плачет, говорит, бабу меня увели, царь Агамемнон прилюдно оскорбил, сказал, ну и вали, если трус, мама, мамо, доколе? И в этот момент из пенного моря выходит его мать, Фетида, она же дочь Нерея, она Нереида такая, дочь морского бога, выходит, села близ сына, спрашивает, что такое, сынок? Он говорит, ну вот такая история, что делать? Говорит, ты же с Зевсом там нормально общаешься, помнишь? Я помню, ты как-то проблемы решала с ним, приходила к Зевсу и там никто не мог порешать, и ты договаривалась с ним, давай, отправься на Афин, на Олимп и договорись с ним. и в общем-то, что и происходит? Она говорит, хорошо, хорошо, я вознесусь на Олимп многоснежный, метателю молний Зевсу все поведаю, и в общем-то, Зевсу строит так, что Агамемнон будет посрамлен. О том, как он будет посрамлен, поговорим в другой раз, давай сейчас выясним, что за мать-то такая, почему она из моря выпрыгивает, почему она может прийти к Зевсу, почему она может договариваться с ним и какие-то вопросы решать. Но она не из людей. Она не из людей. Ну, кстати, примечательно, что Ахиллес, казалось бы, такой воин непобедимый, расплакался у моря, маму позвал, говорит, мама, ну, помоги мне, пожалуйста, сходи договорись с Зевсом. Я не могу, пусть он Агамемнона накажет. В общем, Фетида тоже не такая простая эта барышня. С одной стороны, она морская нимфа, дочь Нерея морского божества, и вот этот Нерей, это очень древний бог. То есть, мы знаем, что вот в Олимпийской, в Олимпийском пантеоне богов за море отвечает Посейдон. Но, видимо, Посейдон это более поздная история. Кстати говоря, он не сразу стал морским богом, но об этом тоже чуть позже. А вот когда-то был бог морской Нереей, вот это его дочь. И некоторые историки, утверждают, историки религии, утверждают, что вот Фетида была как раз одним из самых старых божеств, которым поклонялись в архаической еще Греции. Устные традиции и запись об этом утрачены, но вот есть отдельные такие гимны, которые указывают, что Фетида это создательница Вселенной. Ну, то есть, по таким следам можно сказать, что да, был какой-то древний культ Фетиды и ее представляли как более серьезное божество, а вот во времена Гомера она, ну, какая-то там морская нимфа и мать Ахиллеса. О ней тоже рассказывают разные истории. По одной версии за Фетидой когда-то ухаживали и Зевс и Посеидон, хотели, в общем, ее с ней связаться на некоторое время, но в результате получили пророчества с одной стороны от Фемиды, с другой стороны от Прометея о том, что сын Фетиды станет более великим, чем отец. Ну, и вот братцы Зевс и Посейдоном почесали свои седые головы и решили, что нафиг нужно такое приключение. Фетиды, конечно, красивая, но, наверное, не стоит связываться с ней. Последствия могут достать. Многодетный отец, так что зачем ему еще подумал? Еще один, который станет сильнее, чем сам Зевс. Да, ну и в общем-то дальнейшее событие из биографии Ахиллеса мы можем узнать из сочинения Публия Папиния Стации, римского писателя первого века нашей эры. Называется оно Ахиллеида, собственно, как ты и говорил. Да. Оно довольно, ну хотя нет, не сильно большое, там в книжечках буквально 120 страниц, но интересное. В общем, в нем рассказывается о том, что же там происходило. Суть заключается в том, что когда боги Зевс и Посейдон поняли, что с Фемидой связываться дороже будет себе, они решили отдать ее кому-нибудь из смертных людей. И в качестве такого человека они выбрали некого Пилея. Кто такой Пилей? Вот тут интересно, нужно немножко отклониться в сторону. Пилей это сын Эака. Эак это царь, правитель острова Эгина. А остров Эгина находится вот в заливе, где Афины, там чуть южнее Афины. Пилей Иакович. Почему? Илей Иакович, Пилей Иакович, да. Почему остров Эгина для нас важен? Дело все в том, что название он получил от богини Эгины. Ну, или нимфы, в общем, какого-то такого духа. Кто она такая? Ну, вот, покровительница острова. Она дочь речного бога. И эта Эгина, в общем-то, однажды попалась на глаза Зевсу. И мы все знаем, что после этого произошло. После этого родился Эак. И вот он появился на острове Эгина. Дальше несколько версий. По одной версии ходил он, вырос на острове, ну, и ходит, а кругом никого нет. Представляешь? Скучно же. И он попросил отца своего Зевса, чтобы тот ему произвел людей. Вот. Ну, чтобы было кем править. Ну, и вообще, чтобы не скучно было. Ну, логично, да. Что делает Зевс? Зевс говорит, ну, а как мы это сделаем? И Иак говорит, смотри, на острове очень много муравьев, прям очень много, преврати их в людей. И Зевс превратил их в людей. Это одна версия. Но есть и другая версия. Согласно этой версии, однажды Гера, просматривая, что там на земле происходит, увидела остров, на котором находится та самая нимфа Эгина, с которой ей Зевс изменял. Да, пора бы привыкнуть уже. Гера никогда не могла смириться. Где не появится женщина, понятно, что с ней Зевс ей изменял. Гера никогда не могла смириться с такой ситуацией, каждый раз пыталась как-то отомстить той, с кем Зевс ей изменял. И вот она решила на остров Эгину наслать мор. А там жили люди. И все люди на острове умерли. И соответственно после этого Эак, будучи правителем острова, переживал о том, что весь мой народ умер, обратился к Зевсу и попросил превратить местных муравьев в людей. И так появился целый новый народ. А тут смотри за руками. В греческом языке есть слово мирмикс. Означает оно муравей. И отсюда происходит название мирмедоняне муравьи. Теперь про то, как они попали к Ахиллесу. Ну, Эак, как мы понимаем, это отец Пелея. И Пелея в какой-то момент уехал с Игины и ему отец передал часть вот этих мирмедонян, людей муравьев. Пелея уехал, ну, а после этого началась история с его замечательным браком. Это вот брак Пелея и Фетиды один из самых популярных мифов. В общем, как было дело. Зевс решил отдать Фетиду в жену как раз этому Пелею. И проблема заключалась в том, что Пелей был, наверное, не очень красивым, а Фетида, наверное, была очень красивой. Поэтому она решила, что, ну, как-то, ну, нет, нет, не хочется мне такого человека. Вот. И она попыталась от него сбежать. Но... Боги с юморком, я смотрю. Да. Но, в общем, Пелею дали ценный совет о том, что нужно ее поймать, когда она будет спать, связать, и вот после этого, в общем, она станет твоей. И заняться консумацией брака. Ну, можно и так сказать, да. Да, Пелей, в общем-то, настиг ее, нашел, вот она спит, он ее связал, но она так просто не далась. Она начала превращаться то в огонь, то в воду, то в дикого зверя. И вот Пеле ее крепко держал, и, в общем-то, пока она не истратила все свои чудесные силы на превращение, да, не ослабла и не вернула свой первоначальный облик, в общем-то, он ее держал, а после этого она смирилась. То есть, в общем-то, сломал, сломал Пеле Фетиду, ну, и решено было праздновать свадьбу. Свадьбу празднуют в пещере Кентавра Хирона, или рядом с пещерой, по другой версии. Хирону, то есть, Хирон, ну, все приглашенные на свадьбу должны были принести определенные подарки, а на свадьбу должны были явиться все боги. И вот Хирон подарил Пелею копье, вытесанное из ясеня. Гефест ковал наконечник этого копья, то есть, копье абсолютно потрясающее, невероятное. Это копье сыграет свою роль, оно достанется Ахиллесу впоследствии. Дальше другие боги подарили, Посейдон, кстати, подарил двух коней, причем кони написаны были бессмертными. Возникает вопрос, при чем тут Посейдон и кони? Но дело в том, что как раз Посейдон в доолимпийские времена это бог, покровитель коней, покоритель пространства, то есть, еще в те стародавние времена, когда греки были такими наездниками индоевропейскими, покоряли пространство на конях, вот Посейдон был актуальным богом. То есть, он божественный админ истратор коня? И, в общем, кучу-кучу подарков надарили, конечно же, разные боги, но вот незадача. Проблема, как всегда, должна случиться в греческой мифологии без проблем, но, в общем-то, никуда. На брак пришла, точнее, не пришла богиня Эрида, богиня Раздора. богиня Раздора, она не пришла, ее не пригласили, она не пришла, но, в общем-то, обиду затаила и поэтому постаралась подбросить в праздничный зал яблочко. А на яблоке было написано, что оно должно принадлежать прекраснейшей. Ну, в общем-то, вот потом мы знаем, что из этого случится, да? Три богини начали спорить о том, а кто, кому же предназначено яблоко, кто из них должен получить его. Кто прекраснейшая? Это Гера, Афина и Афродита. Начали они спорить насчет яблока и не могли никак разрешить. Ну, и в итоге обратились к Троянскому царевичу Парису, который передал яблоко Афродите, богине любви. Он тогда еще сам-то не подозревал, что он Троянский царевич. Он занимался выпасом скота, он же пастухом был, и тут увидел трех богинь. Растерялся и с дуров Афродите отдал. Ну, там же выбор без выбора, то есть, ну, в смысле, выбрать можно было, но отдавая яблоко одной, ты двух других обделяешь, а значит, они гарантированно будут тебе мстить. Надо было это яблоко съесть. Вот да, ну, видишь, не подумал он об этом, но в итоге так и получится, то есть, Афродита, который получил от троянского царевича яблочко, она покровительствует Трои, а Гера с Афиной выступят против Трои, то есть, такое разделение. Ну, так вот, в общем, так или иначе, брак состоялся, и в результате наша замечательная Фетида родила Ахиллеса. Здесь тоже есть несколько мифологических сюжетов, прям очень непростых и не очень красивых, но мы знаем, что она попыталась сразу же обезопасить Ахиллеса, пошла к Стиксу, реке мёртвых, окунула его в воду из Тикса, после чего он остался неуязвимым, а вот держала она его за пяточку, и поэтому пяточка осталась уязвимой. Но почему-то не опустила потом эту пяточку в воду, из-за чего он остался уязвимым на 0,1%, но это мы уже поднимали тему в нашем бусте цикле. Да, но это только одна же версия. Есть другая версия. Согласно ей, Фетида пыталась сделать неуязвимым своего сыночка новорождённого, укладывая его на костёр, чтобы сжечь смертные части тела, а потом намазывая его амброзией, чтобы как бы исцелить. И в этот момент входит отец Пилей, прикинь, когда его жена сына держит в костре. Тут сразу вспоминается почему-то произведение классика, да? Я думаю, ты понял, о чём я. А это классика не было. Это всё противный мерзкий сериал. Ну да, ну да, ну хорошо. Ну в общем, конечно же, Пилей пришёл в ужас. Ну да, Пилей пришёл в ужас от того, что его жена, его собственного сына жарит в костре. Вот. И в общем-то сделал ей замечание. Фетида после этого поняла, что так не сможет до конца довести дело. В общем-то, пятку-то не смогла сыну сжечь, чтобы он полностью стал невыязвимым. В общем, она бросила и отца, и сына и ушла. И потом дальше судьбой Ахиллеса некоторое время занимался Пилей. Есть ещё одна версия. По этой версии Фетида, поскольку она не любила своего мужа Пилея, она всех детей, которых родила от него сжигала в костре. Ну, то есть, понимаешь, этот мифологический сюжет, он как раз связан с образом Фетиды, как какого-то древнего божества, у которого были какие-то функции, которые непонятны были грекам. И вот они вылились, вот этот странный сюжет, который нам уже совершенно не ясен. Ну, в общем, она жгла всех детей. Кстати, ты про классика не зря вспомнил, потому что летом проходил у нас первый фестиваль, на который пришел Борис Юлин, и там тема как раз такие сериалы зашла, где я, в общем-то, говорил о том, что по книге там сожжение публичное именно представители Королевской Крови не практиковались, и как-то жрица была против этого. Вот, и я сказал, что в сериале это бредовая идея была, полностью, а Борис Юлин как раз-таки привел мне этот миф в качестве оправдания сценаристов. Так что, может быть, они что-то там и прочитали. Возможно. Ну вот, а ну, если мы коснемся третьей версии, то получается, что Фетида сжигала всех своих детей, и Ахиллеса не сожгла только потому, что Пилей успел зайти, понимаешь? Но так или иначе, после этого она бросила отца и сына и свалила. В общем, у нас три версии. Выбирайте, как говорится, любую, которая больше по душе. Интересно, что есть некоторые источники, которые вообще не говорят о неуязвимости Ахиллеса ничего. и в частности в Иллиаде в 21-й книге написано, что, то есть, в Иллиаде 24 книги или главы, в 21-й главе говорится, что Ахиллес был ранен. Копье задело его локоть и у него струя крови потекла. То есть, смотри, уязвим, представляешь? Есть некоторые сюжеты в других произведениях, в которых не только не говорится о его неуязвимости, но и говорится, что стрела попала в туловище, то есть, просто в тело. То есть, Борис, выстрелив в Ахиллеса, просто нанес ему смертельную рану, и поэтому он умер. Поэтому неуязвимости Ахиллеса это тоже еще большой вопрос. Но, все-таки, сюжет именно таков. В общем, по какой-то причине Фетида действительно покинула Ахиллеса, и воспитывать его начал отец Пилей. Ну, отец он был не очень хороший, поэтому он передал Ахиллеса на воспитание Хирону. А Хирон у нас кентавр. То есть, получеловек, полуконь. Причем, интересно, само имя Ахиллеса дал ему как раз Хирон, кентавр. Первоначально Ахиллеса звали Легерон, а потом Ахиллес, в смысле, Хирон его переименовал. Кто такой Хирон? Здесь тоже важный момент. Хирон это не просто кентавр, это очень образованный кентавр, так скажем. Дело в том, что он владел искусством врачевания, он был первым врачом, некоторые древнегреческие мифы называют его первым врачом. Во-вторых, у него был приемный отец Аполлон, ну и, соответственно, все, что Аполлон имел, он и научил. Вот, кстати, врачевству, научил разбираться в травах, какие там травы целебные, какие нет, научил музыки, поэтому Хирон часто изображается с музыкальными инструментами, научил охоте и стрельбе из лука, то есть, очень много. Хирон был очень образованный кентавр. Вот. Вообще, говорят, что кентавры были, как сатиры, дикими, похотливыми, пьяницы, ну, то есть, напьются, буянин, жестокие в состоянии алкогольного опьянения, некультурными, нарушают все права и законы, а вот Хирон отличался от всей своей кентаврской братьи тем, что был цивилизованным, добрым, умным и, в общем-то, старался не поддерживать отношения с сородичами, кентаврами и другими. И вот этот самый Хирон становится учителем Ахиллеса. Как нужно было воспитывать мальчика? Ну, в общем-то, все, что Хирон знал, он ему постарался передать, но воспитание, это же не только научение чему-то, это же в прямом смысле кормление, воспитание, вскормление, и поэтому Хирон стал кормить Ахиллеса, ну, чем он мог кормить? У него молока как бы нет нигде, чем ребенка кормить, да? Стал он кормить Ахиллеса внутренностями львов, внутренностями львов и диких кабанов, и костным мозгом медведей. Хорошая пища, калорийная. аппетитно. И, как говорит один из источников, такой Аполлодор, именно поэтому он назвал мальчика Ахиллесом, потому что тот не прижимал свои губы к груди кормилицы. Но эта этимология тоже очень сомнительная, во всяком случае, не все современные ученые вообще как-то с ней соглашаются. Ну, так или иначе, наш молодой Легерон на воспитание кентавра Хирона получает имя Ахиллес. И здесь начинается самое интересное. Пока он там маленький, его мать, которая живет вот где-то неизвестно где, узнает о том, что греческие войска собираются отправляться в Трою. О том, что произошло то самое, да, Парис прибыл в Трою, украл троянскую принцессу Елену, а вместе с ней еще и золотишко троянского царя, спартанского царя заговариваться начинаю, уплыл с этим совсем, и вот спартанский царь обратился к своему брату Агамемнону, Агамемнон бросил клич по всей Элладе и созывает всех царей и всех правителей с войсками, чтобы выступать на Трою, мстить, потому что в лице Менелая были оскорблены все, все эллины были оскорблены в лице Менелая. Но об этом, я думаю, ты, когда будем говорить, да расскажешь подробнее о мотивации настоящей троянских походов. Ну да, там как раз таки в первом веке нашей эры проживал Дион Хризастон, который путешествовал по городам Греции и на площадях собирал народ и читал лекции о том, почему же действительно началась Троянская война, почему Гомер извратил миф, именно испортил. Дион считал, что Элиады это бездарное произведение. И я бы сказал, что если бы Дион жил в нашем времени, он бы нашел общий язык с историком Панасенковым. Жестоко. Ну, хорошо. Будет интересно послушать. Я, кстати говоря, не знаю его творчества, поэтому для меня это тоже будет новинка. Ну, мы будем именно Троянскую речь разбирать. У нас на русском языке, кстати, том речей Диона издан, можно даже, помню, я даже в Читай-городе видел в продаже. Тем более. Но, давай вернемся к нашему Ахиллесу. В общем, он находится в Фессалии, проходит обучение у кентавра Хирона, и в это время мать Ахиллеса Фетидова узнает о том, что греческие войска собираются плыть втрою. Но, здесь важный момент, помнишь, мы говорили с тобой о птицегадателе, о прорицателе, да, который-то и рассказал о том, что, в общем-то, в чем причина эпидемии в лагере греков. Калхас его звали, Калхас Фестарит. И вот этот Калхас как раз и предрек к греческому войску, что они смогут одержать победу только в том случае, если с ними будет Ахиллес, царь Мермидонцев. Все военкоматы Греции начали разыскивать Ахиллеса и его людей. Пока пока еще нет, но Фетида знает, что скоро они начнут его разыскивать, потому что этот уклонист очень важен для победы и для общегреческого дела. Фетида быстро отправляется в Фессалию, в пещеру кентавра Херона и говорит, слушай, спасибо за заботу, но сына я забираю. Сына я забираю, потому что его нужно крепко спрятать. Вот гуляют 20 лет, потом приходят про вас свои еще заявляют на детей. Ну, вообще не говори, но она же с добрых побуждений спасать сына пришла от войны. Ну, это я так на злобу дня. Она решила спрятать Ахиллеса на острове Скирос. Скирос, это если представляешь, что-то есть остров Эвбея рядом с Грецией, большой такой, а Скирос за ним сразу, в Игейском море. Помельче, да? Вот. Да, маленький такой островок, и там есть царь Ликомет. Вот. И, собственно, Фетидо решила, что нужно Ахиллеса вот туда отправить Ликомеду на остров Скирос и спрятать его там. И рассказывает, что вот, сын, у меня такой план, да? Давай, спрячешься, переоденешься девушкой, у Ликомеда семь дочерей, ты переоденешься девицей, наденешь паричок, в общем, тебя не отличат. Платье, паричок, все будет нормально, план огонь. Ахиллес говорит, мам, что ты говоришь? Я у кентавра обучался, слушай, столько лет, у Херона, представляешь, он получеловек, полуконь. Какие девки? Какой Скирос, какой Ликомед? Какие? Я что, трансвестит тебе, что ли? Какое платье женское? Нет, не вариант. Но через некоторое время состоялся фестиваль, праздник в честь Афины Паллады, и Ахиллес оказался на этом празднике, и вдруг на этом самом празднике он увидел дочерей Ликомеда, как они танцуют, представляешь? И одна из дочерей Ликомеда очень сильно ему понравилась. Деидамия ее звали. Очень сильно понравилась, и поэтому Ахиллес подошел к маме и говорит, что ты там говорила про Скирос? Где платье? Едем, мама, я тебя люблю. В общем, согласился он переодеться женщиной, жить среди царских дочерей. Вот, кстати, по поводу его облика, облика Ахиллеса. Решил он назваться именем Пирра, что значит рыжая. Ну, соответственно, Ахиллес у нас должен быть рыжим. Ну, вот, Фетида переговорила с царем Скироса Ликомедом, говорит, вот, отдам тебе доченьку, заботься о ней, защищай ее среди своих дочерей. Ликомед говорит, слушай, а зачем? В чем прикол? Почему бы тебе не воспитывать свою дочь? Она говорит, ты понимаешь, я занята, а она долгое время, в общем-то, обучалась у амазонок, и поэтому она такая воинственная, ей бы привить чего-нибудь женственного, манеры хорошие, вот это все. Среди твоих дочек у тебя семь дочек, там она наверняка нахватается полезных навыков, поэтому, пожалуйста. Ну, или комед говорит, ну, хорошо, ладно, давай, возьму. И вот, Ахиллес отправляется на остров. Внешность пиры. Да, 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 не вызвало. И Ахиллес в облике, в женском облике, в паричке, видимо, и в платьишке отправляется на остров Скирос. Тем временем греческие правители собирают свои войска и замечают, что кого-то не хватает кого-то важного, а кого же не хватает? Ахиллеса. А где Ахиллес? А пророк, который Калхас, говорит, слушайте, Ахиллес нам принципиально важен, без него можно вообще не плыть, потому что без него все лишится смысла. Где же его взять? Ну, Калхас знает, как решать подобные вопросы, он же птицегадатель. Он проводит ауспицы и понимает, что о, так вот он на Скиросе. Ребята, сейчас я зайду и загуглю, так вот он на Скиросе. Вижу его, вижу. В женском платье там сидит. Два героя Троянской войны, Одиссей и Диамет, отправляются на остров Скирос. А тем временем Ахиллес оказавшись рядом с прекрасной Диадамией, влюбился в нее по ушам. Совершенно. Быстро так Одиссей переоблся. Сам еще недавно гасился. Под безумно позавшись сойти. Если уж меня загребли, то Ахиллесу нечего косить. Я думаю, так оценивала эту ситуацию. В общем, Ахиллес начинает ухаживать за Диадамией. Она быстро понимает, что это никакая не пира. Это на самом деле мужик в платье. Раскрыла его, но он ей тоже понравился, она помогла ему сохранить тайну. Но однажды, оказавшись в священной рощи, вместе с Диадамией, Ахиллес таки не удержался и слегка ее изнасиловал. Но Диадамия была девушка понимающая, она простила Ахиллеса и сохранила это в секрете. Правда, секрет ей удалось сохранять не дольше, чем на протяжении девяти месяцев. Потому что потом она родила ребенка, которого звали Неоптолем. Вот это сын Ахиллеса. Он, кстати говоря, тоже примет участие в Троянской войне. И это интересно, потому что у нас там хронология будет совсем путаться и блуждать, если мы попытаемся все восстановить. Если это происходило в тот момент, когда он уже был в розыске, когда уже шла подготовка к походу, а Троянская война шла 10 лет, то к ее концу сыну Ахиллеса должно быть 10 лет. Ну, давай, чуть больше, 11-12, но все равно маловато как-то. Ну, да. Предположим, что они долго собирались и долго плыли. в общем, вот, что происходит на острове Скирос, представляешь, там трагедия натуральная, но мы же знаем, что скоро на Скиросе будут перемены, туда едут Одиссея и Диамет, прибывают они на остров, приходят к царю Ликомеду, говорят, ой, как у тебя тут здорово, Ликомед, естественно, как гостеприимный царь, устраивает пир, готовит подарки, Одиссея с Диаметом готовят свои подарки для Ликомеда, для его дочек и хитроумный Одиссей придумывает план, а как там узнать, какая из девиц это Ахиллес, они же все в платьях, они все рыжие, ну, в общем, непонятно. Одиссей говорит, давайте мы принесем цветочки всякие, бусики, украшалочки разные, ну, то, на что женщины всегда клюют и к чему всегда тянутся, вот, и среди них положим щит и шлем, вот, и посмотрим, какая из девиц зачем потянется, ну, и, собственно говоря, Ахиллес, конечно же, не смог совладать со своим нутром, сразу начал там разглядывать, щит вертеть, шлем примеривать, в общем, спалился мгновенно, после чего Одиссей ему объяснил, что друг, вообще-то, я из военкомата, мы тебе с диаметом повесточку привезли, давай-ка, дорогой, распишитесь, и поедем в это самое, куда там, куда там, в распределок, да, в спарте, да, кстати говоря, там еще войско, мирмидонцы же, они тоже присоединятся, ну, и, в общем, после этого, Ахиллес понимает, что, ну, вообще-то, во-первых, он изначально не очень хотел ехать на Аскирас, да, вот, потом у него изменились планы, потому что он узнал, что, насколько красиво Деидамия, но теперь он, в общем-то, все, что хотел от Деидамии уже получил, то есть, ну, смысл оставаться на Аскирасе, правильно? Даже больше получил, сына ему родила. Даже больше, чем хотел, но, тем не менее, чувства остались, то есть, воевать он собрался ехать, он, ну, как бы, дальше отказываться не стал, но надо было порешать как-то с Деидамии, что делать. А она видит будущее и видит, что Ахиллес, в общем-то, ну, погибнуть должен, то есть, он к ней не вернется. И это, конечно, очень трагично, вот. Но он говорит, слушай, да нет, я постараюсь, всячески постараюсь, ну, после этого они по отдельности скорбят о том, что потеряли друг друга, хорошо было вместе. Вот. Ахиллес с Одиссеем и Диамедом садится на корабль и плывет к месту сбора греческого войска. И там Одиссей говорит, что-то ты грустный какой-то. Да слушай, девчонка такая красивая была, вот расстался с ней. И Одиссей говорит, да слушай, да ничего страшного, я тебе сейчас такую историю расскажу. И рассказывает о том, что происходило в Спарте, как туда приплыл Парис, как он обнес спартанского царя Менелая, как он забрал его жену и уплыл в Трою. И говорит, вот теперь мы все плывем воевать. Прикольно? Ахиллес говорит, слушай, ну да. В целом, я прям даже уже не жалею, что вписался в эту историю, давай, поплывем. Ну и, в общем-то, на этом примерно заканчивается поэма Ахиллеида. Ну, то есть, она не воспевает подвиги Ахиллеса уже во время Троянской войны, она рассказывает, в общем-то, все то, что происходило до, от рождения, до момента призыва. Да, 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 да. Ну, здесь еще проблема в том, что, если я не ошибаюсь, она состояла из двух книг, но вторая книга, по-моему, не дописана или не дошла до нас, в общем, нет, по-моему, не дописана она даже была, то есть, с Тацией ее не успел завершить, поэтому, собственно говоря, имеем то, что имеем. Возможно, во втором томе как раз-таки и были его Троянские приключения. Да, не исключено, но эти Троянские приключения нам придется реконструировать по другим источникам, и там будет все не менее интересно. То есть, я предлагаю на этом закончить, а в следующий раз поговорить о том, как Ахиллес забрал своих мермидонцев, как он возглавил, как ты говоришь, ЧВК мермидонцев, как он с ними доплыл до Трои, и чем он там занимался до того, как... до сюжета Илиады, в общем, чем он занимался до того момента, как гнев его охватил, и он поругался с Агамемноном. Ну, естественно, поговорим о том, что же там дальше-то было. То есть, рассмотрим Илиаду с точки зрения Ахиллеса. Ну, кстати говоря, если зрителям понравится и будет интересно, можем потом рассмотреть Илиаду с точки зрения других героев. То есть, прицельно. Так что, друзья, пишите в комментариях, следует ли нам разбирать мифы. Я-то, конечно же, за, потому что мне вся эта история ужасно понравилась, что я начал даже разоблачение на неё искать от самих греков и римлян. И нашёл. Да, и нашёл. Вот это самое удивительное во всём, пожалуй. так что буду с нетерпением ждать ваших отзывов. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на основной канал, подписывайтесь на Бусти, там можно смотреть историю Древнего Рима. Помимо всего прочего, иногда выходят лекции по Руси, иногда выходят крестовые походы. Так что, там много всего интересного. Оценивайте комментируйте и не забывайте, друзья, Рома Инвикто.